В детском технопарке Кванториум, он функционирует на базе Малой Академии Наук, состоялась встреча с известными спортсменами. В гости к ребятам пришли олимпийский чемпион Бахтияр Ахмедов и чемпион мира Абдусалам Гадисов. Беседа чемпионов с будущими высококлассными специалистами в стратегически важных областях российской науки и техники прошла в рамках недели «Спорт и Дагестан». Насколько совместимы спорт и детские научные разработки, расскажет Гаджимурад Зеудинов. Совместить несовместимые попытались заслуженные мастера спорта России, олимпийский чемпион Бахтияр Ахмедов и чемпион мира, старший тренер национальной сборной по вольной борьбе Абдусалам Гадисов. Спорт и IT-технологии. Оказалось, что между ними есть много общего. Спорт показывает нам, как надо жить, взаимодействовать, как надо выстраивать отношения. Он отлучает нас от эгоизма, отлучает нас от какой-то лени, от какой-то неправильного образа жизни. Хочется пожелать вам, чтобы вы нашли себя, нашли свое любимое дело. Потому что, если вы будете любить это дело, если оно будет вам по душе, от самодачи, относиться к нему, то у вас все получится. А что, возраст-то здесь? Да. Вопросы задавали не только дети, но и их родители. Это на первый взгляд кажется, что юные вундеркинды часами сидят за компьютерами. В ходе беседы выясняется, что среди квантарианцев есть и те, кто занимается легкой атлетикой и даже вольной борьбой. Возможно, поэтому детей интересует, как достичь высоких результатов в спорте. Профессиональный спорт – это не один раз, это не два раза. Это каждый день на протяжении долгого времени надо мучить свой организм. Терпение и труд – все перетрут. Уверены знаменитые борцевольники. В завершении беседы юные таланты смогли примерить на себе золотую олимпийскую медаль Бахтиара Ахмедова. Подождите, мы только что. Беседу продолжили в лабораториях и учебных кабинетах. Именно здесь будущие инженеры и программисты создают свои пока еще скромные технические шедевры на 3D-принтерах в стиле хай-тек. Преподаватели, которые прошли стажировку в московских технических вузах, приветствуют креативность и неординарное мышление. Вот многие предметы, которые уже дети практиковались, создавали. Гости опробовали очки виртуальной и дополненной реальности и узнали, что в технопарке школьников учат решать инженерные задачи и даже собирать беспилотные летательные аппараты. Здесь же юные таланты защищают свои разработки и более чем успешно представляют республику на престижных международных конкурсах инноваций. Есть у нас чемпионы по СКФО, по робототехнике. Еще мы в декабре месяце приняли участие в международном конкурсе инженерных идей. Это самый престижный, самый такой рейтинговый конкурс для всех квантарианцев России. Наша команда, которых отметили специальным призом за креативный подход. В завершении экскурсии известные на весь мир спортсмены убедились, что в здоровом теле должен быть не только здоровый дух, но и прогрессивные научные идеи. Я думаю, прежде всего, это наш долг делиться своим опытом жизни, делиться тем спортивным багажом нашей спортивной жизни. И в целом это обмен мнениями. Нужно этих ребят в первую очередь поддержать, я думаю, и поломать какие-то стереотипы о том, что быть умным – это неправильно, быть ботаником, учиться, зубрить на уроках, отвечать, руку поднимать. Эти стереотипы надо ломать. Это модно, это современно, это нужно нашей республике. Прощаясь, организаторы встречи высказали мысль, что недалек тот день, когда разработки будущих дагестанских изобретателей найдут свое практическое применение и в спортивной отрасли. Проще говоря, обмен опытом удался. Каджимур Адзеудинов и Расхан Мисриханов. Время новостей.